Нет ничего более дебильного и более неработающего, чем так называемые технологии продаж. Возможно, что если ты никогда не работал в торговле, то ты будешь вообще не в теме, что это такое. Но тому, кто, как например я, когда-нибудь работал в магазине типа M-Video, известно, что в таких магазинах продавцов обучают специальным алгоритмам поведения, которые якобы способствуют увеличению продаж. Классический пример такой технологии, это пример из фильма «Волк с Уолл Стрит», который называется «Продай мне эту ручку». Пример с ручкой выглядит примерно следующим образом. Запиши номер моего телефона. Но у меня же нет ручки. Тогда купи у меня эту ручку. А, ну конечно, вот тебе деньги. Но давай я покажу, как этот диалог будет выглядеть в реальности. Запиши номер моего телефона. Окей, говори номер. Вся дебильность этой технологии заключается в том, что мы имеем дело с ложным представлением о том, что применив вот эту хитрожопую манипуляцию с искусственным созданием спроса, мы сможем человеку что-либо впарить. Но истина заключается в том, что ты никогда не впаришь человеку то, что ему не нужно. Кроме, конечно, случая, когда у человека есть бесконечное количество денег, чтобы тратить их на всякое говно. В случае же с ручкой у человека есть множество вариантов, как обойти эту манипуляцию. Например, как я уже показал, можно просто записать номер на мобильном телефоне. А еще лучше просто попросить воспользоваться этой ручкой бесплатно. Ведь ручка в данном случае это предмет общего пользования. И по крайней мере в нашем обществе не принято покупать друг у друга такие вещи. Это все равно, что я приду к кому-то в гости, а с меня попросят денег за то, что я воспользовался туалетной бумагой. Ну а если меня и спросят за это денег, то вряд ли я приду к этим людям в следующий раз. И по этой причине можно вообще не записывать этот сраный номер. Потому что нахрен мне не всрался номер человека, который под предлогом записывания номера пытается на мне нажиться. Зачем мне вообще надо общаться с таким человеком? Вариант, когда человек реально покупает ручку, чтобы записать номер, на практике срабатывает чуть чаще, чем никогда. Потому что это как минимум полный бред. Но окей, с ручками все понятно. Мы ведь понимаем, что ручка это просто пример. А как дела обстоят с другими товарами? Вот я когда-то торговал телевизорами. И ни разу в моей практике не было такого случая, чтобы я мог уговорить случайного посетителя магазина, который пришел купить наушники за 100 рублей, купить плазменный телевизор за 200 кусков. При этом начальство на меня очень сильно ругалось. Что вот, мол, я хуёвый продавец. Раз не могу впарить телевизор, кому попало. А обосновывали они свою позицию именно примером с ручкой. А я напоминаю, что пример с ручкой это просто дебильная байка из фильма, которая не имеет никакого отношения к реальности. Но наше начальство в МВидео не останавливалось только на ручках. Существует еще такая штука, как правило ПТП. Я не буду объяснять, что это такое, поэтому если ты не в теме, то просто загугли, что это. Но суть та же самая. Это попытка создать какой-то алгоритм действий, который типа должен впарить клиенту что угодно, даже в случае, если ему это нахрен не надо. А знаешь, как оно было на практике? Телевизор покупали только те люди, которые целенаправленно приходили в магазин купить именно этот телевизор. И да, человеку можно было впарить телевизор покруче, рассказав ему о том, что конкретно этот телевизор говно, а заплатив в два раза больше, ты получишь более крутой телевизор. И будет тебе счастье. И только так это на самом деле и работает. Поэтому вот тебе мораль этой истории. Если ты работаешь в торговле и хочешь добиться в этом какого-то успеха, то не трать свое время на разного рода танцы с бубном, типа того, о чем я только что говорил. Потому что твоя задача как продавца не наебать человека, впарив ему то, что ему не нужно, а среагировать на его потребность и предложить ему то, что он хочет. А если к тебе не идут люди, которые не покупают твои телевизоры, то тебе следует сделать так, чтобы эти люди к тебе шли, например, вложив деньги в рекламу своего магазина, вместо того, чтобы дрючить продавцов за то, что не могут продать телевизор человеку, которому он нахрен не нужен. Понимание этой простой и очевидной идеи благоприятно скажется на твоем заработке и сделает твою картину мира более правильной и целостной. Субтитры создавал DimaTorzok